МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кокшетау состоялся литературный праздник среди детских садов, посвященный 175-летию Абая Кунанбаева. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Зрина Десикеева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начинаем выпуск с официальных событий республики. Отныне деятельность волонтеров будет засчитываться как трудовой стаж. Об этом заявил президент Казахстана Касымжу Мартукаев на открытии фронт-офиса Бергевес. Девушка по имени Гульмира, несмотря на то, что ограничена в физических возможностях, активно принимает участие в жизни общества. Своим призванием считает волонтерство. Мы работаем бесплатно, и наша задача не сбор денег, а реальная помощь. Мы также стараемся социализировать людей с ограниченными возможностями, меняем их мировоззрение. Я считаю, мы должны сберечь свою землю и прикладывать все усилия развития страны, ведь в качестве волонтеров мы можем внести свою лепту. Волонтеры-студенты будут получать стипендию. Есть возможность закрывать кредиты по дисциплинам. Будет оказана финансовая поддержка и неправительственному сектору, который будет задействован в волонтерском движении. Поэтому на соцпроекты планируется выделить 400 грантов. Все, кто желает войти в число волонтеров, могут зарегистрироваться во фронт-офисе. На сегодня по всему миру работают более миллиарда волонтеров. Сколько у нас? 16 тысяч. Мы можем довести их численность до 100 тысяч. Считаю это начинание очень важным для государства. Активистов-волонтеров порядка 50 тысяч. К сожалению, не все они прошли официальную регистрацию. Теперь вся информация будет аккумулироваться во фронт-офисе. Активистов 50 тысяч. 16 тысяч – те, кто прошёл официальную регистрацию. Я считаю, что вполне возможно довести численность волонтеров до миллиона. В ходе встречи было также отмечено, что год волонтеров не должен оставаться разовой компанией, а образом жизни молодых казахстанцев. Для меня быть волонтером – значит двигаться вперёд. Нужно приносить пользу. Президент Казахстана Касмжом Артукаев обозначил, что волонтеры получат всяческую поддержку. Акиматам поручено выделить дополнительные гранты. В текущем году Шымкен станет культурной столицей Содружества независимых государств. В рамках этого события ожидается 34 крупных мероприятия. Официальное открытие пройдёт в дни Науроза. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ознакомился с ходом подготовки. В Шымкенте запланировано многое решение коммунальных и инфраструктурных вопросов. Встречаясь с руководством региона, глава правительства дал поручение придерживаться сроков и работать по графику. Он также обозначил, что одобряет специальный экономический проект «Шымкент-Сити». «Проект дал дальнейший импульс социально-экономического развития Шымкента. А это и привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест». Южнокорейская компания «Хайвилл» в этом году начинает строительство на 60 гектарах Шымкент-Сити. Работа продолжится 4-5 лет. «Сумма инвестиций составляет 900 миллионов тенге. Мы планируем строительство в основном многоэтажных домов, торговых центров, школ, садиков и офисов». Также премьер-министр Аскар Мамин дал старт к производству текстиля и продуктов питания в Шымкенте и Туркестанской области. В рамках дорожной карты по восстановлению текстильного кластера Шымкента планируется дополнительно запустить две фабрики, что в совокупности обеспечит рост объёма перерабатываемого в Казахстане хлопка в два раза и создаст 800 новых рабочих мест. «Сейчас руководство предприятия ведёт переговоры по дальнейшему сотрудничеству и доставке товаров компаниями России и Турции. Первая партия пойдёт на экспорт». Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время рабочей поездки в Шымкент ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта «Мегаполиса». Строительство терминала с пропускной способностью 2000 пассажиров в час завершится в октябрю 2020 года. В ходе поездки Аскар Мамин также провёл совещание по вопросам развития города, где заслушал отчёт о реализации комплексного плана развития и застройки Шымкента на 2019-2023 годы. Реклама табака должна быть ограничена в стране. На заседании парламента коммунисты подняли этот вопрос. Сегодня рекламу табака можно найти на самом видном месте у кассы. Кроме того, компания-производитель может рекламировать свой продукт где угодно. Депутаты заявили, что ограничение уменьшит количество курильщиков табака. Международная статистика показывает это. В странах, где запрещена реклама, количество курильщиков сократилось на 23,5%. Кроме того, представители Коммунистической партии заявили, что статус электронных сигарет следует сравнивать с традиционными сигаретами. По словам депутатов, учёные из разных стран также доказали вред курением, тогда как импорт электронных сигарет, который очень популярный среди молодёжи, упрощён. Налога нет, ставка нулевая. С этого года 7 тысяч тенге налог на одну тонну, на один кг добавили. То есть в табак меньше, чем на сигареты, на 80%. Если число участников демонстрации митинга или парада превышает 250 человек, вам необходимо получить разрешение местного акимата. Сегодня представители Министерства информации и общественного развития представили концепцию мирного собрания. Предложение о внесении поправок в закон было передано в прошлом году президентом Касымжу Мартом Тукаевым, соответствующим министерствам. Новый закон был разработан с участием представителей гражданского общества, основываясь на опыте около 10 стран. Действующий закон состоит из 21 статьи. Полномочия государственных органов также включены в документ, теперь они и сами устанавливают места. Организаторы марша должны иметь специальную маркировку и охрану. Также устанавливается четкое понятие механизма рассмотрения уведомлений и заявлений, введенного в Институт агитации при проведении мирных собраний. Также устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа проведенных мирных собраний. Эвакуировано 155 казахстанцев из Китая, однако точное время их прилета еще неизвестно. Дело в том, что на чартерный рейс ждет заполнение, а это свыше 150 человек. По информации Министерства иностранных дел, ожидается, что самолет приземлится в Алматы, потому как больницы столицы заполнены. При выявлении вируса предполагается карантин. Конечно, это все зависит от заключения. Ожидаемый рейс может перевезти 220 человек. На сегодня есть еще 65 мест. Всем, кто желает вернуться в Казахстан, будут предоставлены. Отслеживается состояние здоровья. В прошлом году Акмолинцы сдали в эксплуатацию 534 тысячи квадратных метров жилья. Так, новоселами стали 4 700 семей. За вторую пятилетку государственной программы индустриально-инновационного развития в Акмолинской области введено 39 проектов на 189 миллиардов тенге. Создано 4000 новых рабочих мест. Только за прошлый год еще 5 проектов на 4 миллиарда тенге. Растут и суммы инвестиций. В эту сферу за год это 52 миллиарда с ростом почти полтора раза. Это и другая итоговая информация прозвучала на отчете Акима Акмолинской области и Эрмека Маржакпаева перед населением. Все подробности у Ума Дины Смогуловой. Акмолинская область, аграрный регион, поставщик номер один продовольствия. На столичный рынок и отвечает за мясомолочный пояс вокруг Нурсултана, поставленное руководством страны. Задача по разработке и внедрению проектов, направленных на развитие сельхозпроизводства, выполнена. Акмолинцы собрали 5 миллионов тонн зерна, увеличили поголовье крупного рогатого скота и птицы. В пищевой промышленности тенденция ростов сохраняется на протяжении уже 6 последних лет. В этом году мы достигли показателей с 11%. За счет ввода в Матинской птицефабрики производство мяса увеличилось в более чем в 2 раза. Доля региона в Умсковском объеме по этой позиции выросла до 23%. То есть четверть мяса птицы, которое производится сегодня в стране, имеет нашу Акмолинскую прописку. В прошлом году начал действовать механизм кредитования приоритетных проектов экономика простых вещей. Его портфель состоит из 59 проектов обрабатывающей промышленности, сферы АПК и услуг почти на 33 миллиарда тенге. Из них профинансировано и одобрено 44 проекта на сумму почти 8 миллиардов. В животноводстве мы работаем по двум направлениям – мясному и молочному. Наша задача – довести буквально через 2022 году производство мяса до 120 тысяч тонн. Это сегодня реально. Развучали показатели практически по всем направлениям. Развитие регионов, образование, здравоохранение, обновление и строительство сетей водо- и теплоснабжения, привлечение молодых специалистов, создание условий для ведения бизнеса. В целом увеличено число действующих субъектов бизнеса – 45,5 тысяч. А это новые рабочие места, выпуск конкурентоспособной продукции, налоги и платежи в бюджет. В зале царила теплая атмосфера, потому как озвученные достижения были реализованы на деле. Когда поставленные задачи выполнены, важно четко распланировать предстоящий год. Вот некоторые планы на 2020 и ближайшие два года. В регионе появится 135 новых мясных, 9 молочно-товарных ферм. В рамках третьей пятилетки карты индустриализации будут запущены 19 абсолютно новых проектов, предполагающих 200 миллиардов сеньги вложений. Так, в Акмолинской области будут построены первая солнечная, ветровая электростанции и крупнейший сервис-центр для сельхозтехники. В области к 2023 году полностью будет снята проблема трехсменного обучения в школах. Что же касается дошкольного образования, то в 2019 году получен один из важных результатов. Дети до шести лет охвачены стопроцентно. Акмолинской области Эрмит Маржукпаев обозначил, что встречи на местах очень важны в планировании дальнейшей работы. Так, треть озвученных на приемах вопросов касаются жилья. Буквально два года назад была инициирована программа «Новолжье», по которой мы идем с опережением. В прошлом году мы ввели эксплуатацию 534 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка более 4600 квартир. В целом, с начала реализации программы ввели более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Квартирный вопрос решили 13 тысяч семей. К этому можно добавить, что в регионе набрала популярность программа «7-2025», по которой одобрено заявок более чем на 5 миллиардов тенге. В 2020 году будет сдано по области 542 тысячи квадратных метров жилья. Наконец, жители еще трех населенных пунктов, а это полторы тысячи человек, с 2019 года обеспечены централизованным водоснабжением. Сейчас в поле зрения Щучинско-Боровская курортная зона. Здесь 100% на этот вопрос решится к 2021 году. Предусмотрены серьезные финансовые средства – 21 миллиард тенге. Отдельный блок отчета заняло развитие областного центра. Кокшетау – визитная карточка Акмолинской области. Город растет, дома, школы и даже целые микрорайоны. Напомним, в прошлом году Омск передал Кокшетау эстафету на проведение форума межрегионального сотрудничества. В рамках подготовки к знаковому событию запланировано строительство оболошак-сарае, объектов теплоснабжения, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, ремонт фасадов домов, дорог, обустройства набережной, копы и дворов. Много говорилось о развитии пригорода-столицы. Села растут, как резиновые, они у нас растут. Кащи, представляете, более 5 тысяч, 50 тысяч населения живет. По Яндор – более 20 тысяч населения. В Талабкер – 15 тысяч населения. То есть вот такие вот огромные поселки у нас появляются в группе города Насултан. В настоящее время вместе с правительством решается проблема по приданию силу большого статуса города областного значения. Тема эта очень серьезная. Да, можно поаплодоровать. Ну, здесь очень комплексно, тщательно все изучается, но понятно одно, что Кошир, как село, как поселок, он уже существовать не может. Отчетная встреча Акима с населением предполагала открытый диалог. В зале был доступ к нескольким стойкам микрофонов. Акимы районов, к слову, на отчет не приехали. Они были в режиме онлайн. Каждый на вверенном ему участке. Собравшиеся проявили большую активность. Я хочу сказать, что наш Акимат, возглавляемый вами, молодцы, вы хорошо поработали. Население всегда готово вам помогать в этом плане. И прошу вас, не снижайте темпов. Пусть наш город станет самым лучшим, самым красивым, самым престижным в Казахстане. У меня инвалид первой группы. Город Каштау-Харламова. Лилия Евгеньевна. У меня такой вопрос. По закупу инвалидных креслоколясок, качественных. Чтобы они соответствовали параметру, объему. Попали вы в точку. Почему? Потому что в течение этого года мы занимаемся этим вопросом очень усиленно, очень глубоко. Почему? Потому что мы коляски будем производить у себя. Аналоги импортных колясок, которые вы сегодня пользуетесь, у нас будут производиться. Если на днях заключим договор, мы, во-первых, загрузим наши предприятия. Ответы Акима также дополняли представители ответственных органов. Уважаемый Ермя Горомбаевич, мы представляем интересы жителей центральной части города Макинская. Именно по Вальханово-13. Более 20 лет у нас проблема, что отсутствует отопление центральное. После того, как рассыпался завод поршневых колец, который обеспечивал полностью город, мы сидим без отопления. Мы сами будем курировать этот вопрос. Кроме той большой котельной мы ремонтируем, мы еще отремонтируем две, построим вам две блочно-модульные котельные в этом году. Тепловые сети магистральны, как я говорил. Мы заслушали отчет Акима области. Проделана большая работа, результаты налицо. Я думаю, в таком же темпе область достигнет всех поставленных целей. Главное во все времена единство и трудолюбие. Я планировал задать вопрос Акиму из зала, но в ходе доклада прозвучал ответ. Я очень рад, что будут ремонтировать дорогу на село Козлосая. Думаю, что село обретет второе дыхание. Некоторые вопросы из зала были знакомы Акиму еще с дней приема граждан. Причем большая их часть уже положительно решена. Но все же возможность высказаться еще раз была дана каждому. На отчет Акима приехали целые делегации из районов и городов, представители неправительственных ветеранских организаций и партий. От людей шла душевная энергетика, чувство причастности к знаковой встрече, когда подводится итоговая черта и оглашаются планы. Вадина Смогулова, Ермек Махметов, Василий Бережников, Баужан Смогулов, Павел Соловьев. Специально для Кукшиак парад. Областной филиал партии Наруатан провел заседание общественного совета по вопросам поддержки бизнесменов. На встрече были рассмотрены темы, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, основное внимание было уделено взаимодействию между региональной палатой предпринимателей и государственными органами и банками второго уровня в решении проблемных вопросов. Областной филиал партии Наруатан готов поддержать предпринимателей и принять все меры для разрешения их насущных проблем. Поэтому заседание общественного совета партии состоялось на этот раз в региональном отделении Национальной палаты Атамикен. Председатель общественного совета, член областного маслехата Нарта Искаков ознакомился с мерами, принятыми палатой в отношении развития малого и среднего бизнеса в регионе. На сегодняшний день в работе проектного офиса Акмолинской области находится 59 проектов на общую сумму 33 миллиарда тенге, из которых на сегодняшний день одобрено 43 проекта на сумму 7,8 миллиардов. Из данных 43 одобренных проектов к сфере агропромышленного комплекса у нас относятся 24 проекта, к обрабатывающей промышленности 14 проектов, к сфере туризма 1 проект и к сфере здравоохранения 4 проекта. Программа «Экономика простых вещей» дала мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Тем не менее, Акмолинская область занимает 10-е место по количеству субъектов в хозяйствовании в стране. По словам Нарта Искакова, этот показатель необходимо улучшить. Акмолинская область имеет большой потенциал для развития бизнеса. Председатель общественного совета также подчеркнул, что необходимо создать максимально комфортные условия для участия предпринимателей в государственных программах и избежать бюрократии со стороны государственных органов. Например, из-за нерегулярной работы некоторых госорганов предприниматели могут быть лишены государственной поддержки. В этой части мы эту работу ведем. Всем, наверное, не секрет, на площадке именно Facebook страницы, Instagram страницы мы сейчас широко очень представлены. Касательно по тем проблемным вопросам, точечным болевым, которые у нас действительно сейчас есть, вам, наверное, также известно о том, что у нас было заседание первой контактной группы уже с Акимом города Кукштал, где практически на все имеющиеся вопросы были даны конкретные поручения руководством Акимата области, руководством Акимата города Кукштал. Я думаю, что мы эту работу продолжим. В прошлом году в Комиссию по защите прав предпринимателей было подано более 300 заявлений, и около половины из них были положительно рассмотрены. Однако административные барьеры по-прежнему имеют место быть. Работа по поддержке бизнес-инициатив и созданию лояльных условий для развития малого и среднего бизнеса будет продолжена. Жамал Габдулина, Бибинур Кукурова, Дархан Мужибаев, Алмаз Адвакасов, Кукши, Ахпарат. Мы продолжаем выпуск. Отечественные предприниматели уделяют особое внимание развитию социальной сферы. Представители бизнеса не остаются в стороне от спонсорства и благотворительности. Имеются и те, кто оказывает содействие в решении различных проблем граждан с ограниченными возможностями, в том числе в вопросах трудоустройства. Один из таких проектов реализуется в Кукшотау в сфере пищевой промышленности для людей с нарушениями слуха и речи. Вот уже как в 8 лет Куанышбек Алпамысов работает поваром и насвоил эту профессию в рамках проекта кукшотовского предпринимателя. Сегодня мужчина самостоятельно экспериментирует со вкусами и рецептами. Конечно, вначале было трудно, но все поддерживали, отнеслись с пониманием. Сейчас уже свыклись, нагрузка у всех равная, коллектив хороший, мне нравится, зарплата тоже хорошая. В рамках проекта люди с нарушениями слуха и речи в партнерстве с профессионалами учатся навыкам кулинарии, после чего кто-то получает возможность трудоустроиться. В Кукшотау также есть возможность получить бесплатное образование в колледже. Этот проект придал мне уверенности, это особое чувство, ты адаптированный в обществе, чувствуешь себя профессионалом. Однако этот проект изменил мою жизнь, возникло желание развиваться дальше. И надо сказать, мы добились успеха в рамках этого проекта. В рамках проекта, инициированного председателем Ассоциации кулинаров Казахстана, бизнес-вумен Еленой Мощинской, на сегодняшний день прошли обучение 45 человек. Из них 12 уже работают, причем в данном коллективе, остальные в других городах и организациях. Социальное предпринимательство – это неблаготворительность. Благотворительность – это ты отдал и спокойно занимаешься дальше своим делом. А социальное предпринимательство – это ответственность, когда ты берешь на работу с желанием этих инвалидов третьей группы, второй группы. И когда вкладываешь душу, и ты видишь итог, когда глаза светятся, и они проявляют себя здесь. Вы знаете, это большое счастье, и не надо этого бояться. Проект известен и за пределами нашей страны. Ассоциации кулинаров из нескольких стран заинтересовались идеей. Что касается Кокшетау, здесь он будет иметь свое продолжение. На площадке центра «Антикурорт Алога» состоялся прием граждан в рамках акции «Ашак-Казмет». Представители порядка 12 государственных учреждений дали юридическую консультацию жителям Кокшетау. Подробности в сюжете. Правовая грамотность населения у жителей региона еще не на том уровне, чтобы грамотно и самостоятельно решить возникший вопрос. Частная консультация бьет по карману. Встреча на открытой площадке, выход из ситуации. У меня просрочка по аренде земли. Я уже обращался в Акимат, пришел отказ. Другие юристы тоже не смогли помочь. Вот уже год, я бьюсь безрезультатно. И вот супруга прочитала в интернете, что будет такой прием в «Антикурорт Алога». Пришел сюда с последней надеждой. Посетителей не так много, и это радует, говорят специалисты. Потому как нерешенных вопросов становится все меньше. Это благодаря единым дням приема. Ашак-Казмет – это совсем другая площадка. Мы впервые на этой площадке. Участвуем в этом мероприятии. И Ашак-Казмет – это мы даем чисто консультации. То есть юридические консультации. Ну, если брать на примере тех вопросов, которыми занимается Управление координации социальных программ на сегодняшний день, это вот по оформлению адреса социальной помощи. Такие акции, как Ашак-Казмет, постепенно набирают популярность. По словам представителей ГУС-органов, очень продуктивны выездные встречи. Именно сельское население зачастую все больше заблуждается в юридических вопросах и нуждается в квалифицированной консультации. Одина Смогулова, Павел Соловьев, Кукшет-парад. В Доме дружбы города Кукшетау прошла школьная конференция «Великая отечественная война. Взгляды из 21 века». В ходе мероприятия по результатам конкурса эссе и рисунков награждены лучшие работы учеников. Школьная конференция «Великая отечественная» взгляд из 21 века прежде всего направлена на патриотическое воспитание молодежи и, конечно же, сохранение памяти о великом подвиге предков в годы страшной войны. 9 мая – это, наверное, особенная дата для всех нас, потому что вот за коротким словом «победа» стоят, конечно, подвиг, патриотизм, миллионов советских солдат, ну и в том числе наших казахстанцев, которые отстаивали победу. И вот именно сегодня мы хотим донести до нашей молодежи подвиг этих людей, потому что в этой войне участвовали их деды, прадеды. И вот эти сочинения, они пишут в основном о своих прадедах, рассказывают их подвиг. В конкурсе эссе и рисунков приняли участие ученики школ города и районов области. Екатерина Бабич заняла первое место в конкурсе эссе. Ее обстоятельная, изобилующая информация и история о прадедах и правабушке затронула до глубины души многих присутствующих на конференции. Я писала сочинения на тему «След войны в моей семье». Здесь я писала моих родственников, которые ушли на фронт Великой Отечественной войны. Это два моих прадеда. И, конечно же, я написала еще про свою бабушку, про бабушку, которая трудилась на тыловых работах тоже в нашем городе, в нашем Кокшитау. Я решила писать это сочинение, так как мы с моей семьей очень много времени потратили на то, чтобы собрать всю эту информацию. Дело в том, что в данное время сейчас у нас очень мало различных ресурсов для того, чтобы находить крупицы этой информации, поэтому мы цеплялись прямо за любые какие-то сведения, чтобы собрать и восполнить всю эту историю. Кульминацией конференции стало вручение Ордена Красной Звезды фронтовику Сидказы Байбула. Сегодня эту важную и долгожданную для их семьи награду за него получает его дочь Сара Таласпаева. Сегодня мы здесь по торжественному случаю. Удостоверение и награды нашла своего героя. К сожалению, самого награжденного уже нет живых, но дочь Байбулова Сидказы и ее родственники нашли документ о том, что отец был награжден Орденом Красной Звезды. Спустя много-много лет удалось оформить документы через Центральный архив Министерства обороны, через Главное управление кадров Министерства обороны. И вот такая книжечка, это удостоверение к награде. Удалось его сейчас получить для торжественной передачи семье, к хранению на память о награде, которую их родственники своим мужеством, героизмом добились в годы Великой Отечественной Войны. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной Войны становится меньше. В Акмолинской области их осталось десятки. Но участники конференции убеждены в одном, что память о подвиге предков не должна быть забыта. И наша главная задача – передавать эту историю будущим поколениям. Но султан Ибраев, Ермек Махметов, Жахангер Мукамбетов, Кукчев, Парад. Глава государства подписал ряд изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан. Одним из них является Кодекс об административных правонарушениях. Итак, увеличены размеры штрафов за нарушение тишины с 11 часов ночи до 6 часов утра. Сумма на физическое лицо составляет 5 МРП. В случае повторного нарушения сумма штрафа удваивается. Если ночной шум вызван предпринимателями, они обязаны выплатить штраф в размере 53 тысячи тенге – это 20 МРП. При повторном нарушении сумма вырастет свыше 100 тысяч тенге. Для представителей крупного бизнеса штраф от 200 до 400 тысяч – это 100-150 МРП. По новым нормам закона с начала года в области оштрафованы 54 человека. Из них двое – владельцы кафе. По закону в ночное время максимальный уровень звука в жилых помещениях не должен превышать 45 дБ. Днем составляет 45 до 55 дБ. Данную экспертизу проводит СЭС, где она использует специальные приборы с шумомерой. У нас национальный центр экспертизы, у них есть специальные оборудования, приборы, которые проводят замеры. Жалобы поступают, мы выезжаем, наша лаборатория делает замеры шума. Потом мы отдаем протоколы жителям, и они уже дальше в судебном порядке обращаются. И в суде уже решается вопрос по принятию мер в отношении соседей или объектов, которые нарушают тишину. Предпринимателям и некоммерческим организациям за нарушение тишины грозит штраф более чем на 600 тысяч тенге. Это 230-месячных расчетных показателей. Для представителей среднего бизнеса – 310 МРП. А для крупного же санкций составят более 4 миллионов тенге. Зарина Десикеева, Айгуль Морзакулова, Павел Соловьев, Абайтулиген, Кокшиак, Парад. Состоялся литературный праздник среди детских садов, расположенных в микрорайоне Боровской. Мероприятие посвящено 175-летию Абая Кунанбаева. Педагоги разделились на 4 аула – Абай, Кунанбае, Магауя, Ускинбай. Они представляли национальную кухню-одежду. Первый тур – театрализованное представление о биографии предка. Как отмечают организаторы подобные мероприятия – отличная возможность обмениваться опытом. Я думаю, что эти мероприятия необходимы для обмена опытом между детскими садами. Мы хотим, чтобы они проводились чаще. Нельзя забывать о наших предках, культуре, истории. В нашем детском саду Нурай проходит множество мероприятий, посвященных 175-летию Абая. На втором этапе исполнения песен Абая номера подготовили имени Центр Шогылай, Детсады Айгирим, Нурай, Нурбалан. В честь 175-летия Великого Абая на предстоящей неделе запланирован ряд мероприятий. Среди педагогов пройдет конкурс чтецов, а между детками старшей группы будет организован конкурс на лучшее оформление группы. С поддержкой родителей пройдет выставка книг, посвященных творчеству Абая Кунанбаева. Без прошлого нет будущего. Именно поэтому необходимо еще с раннего возраста ознакомить детей с историческими личностями, отмечают организаторы. Зарина Десикеева, Айгуль Зекова, Ермек Махметов, Абай Тулеген, Кокща, Парад. 1 февраля состоялось открытие консультационного центра. Здесь представители молодежного крылажа «Сотан» проводят консультирование по государственным программам. Кроме того, можно получить информацию от специалистов центра занятости, учреждений здравоохранения, единого накопительного пенсионного фонда. В числе первых консультаций получили студенты высшего технического колледжа. Многие студенты, получившие диплом, зачастую не знают, в какие учреждения стоит обратиться по вопросам трудоустройства. Главная цель центра – предоставить молодым людям информацию о том, как действовать, чтобы получить работу или воспользоваться жилищной программой. Мы проводим первую нашу выездную встречу со студентами высшего технического колледжа. И привлекли такие организации, как Центр занятости, Медицинское социальное страхование и Единый национальный пенсионный фонд. Для того, чтобы молодежь узнала, какие есть возможности после окончания колледжа, мы специально привлекли Центр занятости, потому что есть специальные государственные программы, по которым после окончания учебного заведения могут студенты пойти на работу. Посетители центра могут получить бесплатную консультацию по вопросам жилья, открытия бизнеса, трудоустройства, медицины. По словам специалистов, молодежь должна знать о своих возможностях в рамках государственных программ. Встречаемся со студентами, которые завершают в этом году ВУЗ, для того, чтобы ознакомить их с программой государственной развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годах. Для того, чтобы по завершению студенты уже знали, чем они могут воспользоваться, какими программами государственными. Это программы. Первое направление – это краткосрочное профессиональное обучение. Также у нас есть активные меры занятости, такие как молодежная практика, общественно оплачиваемые рабочие места, социальные рабочие места. Стоит отметить, что подобные центры открыты в 17 регионах Казахстана. В ближайшие дни специалисты планируют организовать встречи и в других учебных заведениях. В этом году, 15 февраля, исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. В регионе начались масштабные мероприятия. Среди ветеранов войны и сотрудников органов внутренних дел были организованы соревнования по волейболу, настольному теннису и шахматам. Мероприятие, организованное областным департаментом полиции, направлено на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. В настоящее время в регионе проживает 768 ветеранов афганской войны. Из них 190 в Кукшетал. К слову, 39 участников боевых действий в Афганистане, вернувшись домой, продолжили службу в рядах отмольницкой полиции. Если в 2014 году в Кукшетал было 235 человек, то на сегодняшний день осталось всего 190 человек. Это наши ветераны афганской войны. Поэтому работа, которую мы делаем, это воспитание молодежи, воспитание будучи в Казахстане. В упорной борьбе по трем видам спорта третье место заняли ветераны Кукшеталского городского управления полиции. На втором аппарат областного департамента полиции. А главный приз достался сборной из Бурабайского района. Победителям и призерам были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Мурсултан Ибраев, Жамбул Балтаев. По информации при службе департамента полиции Акмольницкой области для Кукшетал. В Кукшетал завершился третий этап чемпионата Казахстана по водному полу среди юношей. По итогам двухдневной гонки в Акмольнице заняли третье место. Акмольнинские плосцы уже начали готовиться к четвертому этапу чемпионата страны, который пройдет в апреле. Подготовка к соревнованиям идет по плану. Команда проводит учебно-тренировочные сборы. В нашей команде занимаются ребята с Алматы, с Астаны. Играют за нас. В ближайшее время они готовятся на чемпионат Азии. И по результатам чемпионата Азии они, получается, выигрывают путевку на чемпионат мира. Если все будет хорошо, из наших ребят попадут на соревнования туда, на чемпионат мира. Это будет летом, в июле. Город Волос в Греции будет проходить. По итогам третьего этапа Акмольнинская команда проиграла представителям городов Нурсултан и Тарас. Однако соревнования еще продолжаются. Ребята начали усиленную подготовку и настроены на победу. Эти соревнования прошли хорошо. Сейчас мы очень стараемся подготовиться к второму турниру. Соперники были очень хорошими, сильными. Например, Тарас, Астана. В данном момент у нас в команде 13 человек. И мы выводим, чтобы в дальнейшем сыграть получше и хорошо. Победа на чемпионате Казахстана – лучшая мотивация. Глядя на подготовку ребят, можно с уверенностью сказать, что победить их в четвертом этапе будет непросто. Рамиль Дусумов, Айжан Актаево, Василий Вережников, Кокшайк Парад. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарим за внимание. Смотрите новости и оставайтесь в курсе событий. С вами была Жамал Габдулина. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова